Санобработка подъездов проводится каждый день. Власти Самары требуют от коммунальщиков четкого исполнения постановления губернатора. Глава города Елена Лапушкина на заседании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией еще раз напомнила о том, что по постановлению главы региона Дмитрия Азарова такая санобработка должна проходить ежедневно. Особое внимание контактным поверхностям. После санобработки акт о выполненных работах должен подписать старший по дому. Представители управляющих компаний, в чей адрес поступили жалобы от жителей, отчитались перед главой города. Направляем все акты выполненных работ по этой дезинфекции. По одному адресу есть недопонимание. Почему? Потому что люди по-разному трактуют постановление губернатора и определяют, что оказывается управляющая компания должна индивидуально и их двери вместе с их ручками очищать от этих соответственно бактерий. То есть мы объясняем, что согласно постановлению мы делаем места общего пользования, обрабатываем поручни, соответственно дверные ручки, кнопки лифтов. Но у людей почему-то, когда мы приходим подписывать акты, есть понимание, что вы мою дверь лично не обработали. Убедительно прошу вас, Олег Владимирович, и на каждом оперативном совещании надо напоминать о том, что у нас дезинфекция МКД не прекращается. У нас люди открывают двери, у нас люди открывают почтовые ящики, у нас люди пользуются кнопками в листе и так далее. Поэтому это не просто так. Вы это должны знать, до своих сотрудников донести, до своих семей донести. Глава Самары Елена Лапушкина также напомнила, что важно позаботиться и о пожилых людях. Районным властям поставлена задача напомнить бабушкам и дедушкам, чтобы они оставались дома. Режим самоизоляции для них продлен до 17 января. Всю необходимую им помощь окажут волонтеры, которые работают под девизом «Помогать» – это по-самарски. Также на заседании штаба обсудили рекомендации жителям не проводить в этом году новогодних корпоративов, чтобы быстрее победить новую коронавирусную инфекцию. Анатолий Головко, Мария Левина, Николай Епифанов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова